Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты, потенциальные и действующие. Нас знают, нас видят, нас находят в интернете и хочу вам показать одну картинку. Это наша статистика. И обратите внимание, тут понятно, новые посетители, адреса страниц, которые наиболее часто просматриваются, количество посетителей, источники трафика и так далее, и так далее. Обычная статистика Яндекс по нашему сайту лаборатории психологического обеспечения. И обратите, наиболее частый распространенный запрос звучит следующим образом. Люди ищут лабораторию психофизиологического обследования. И это повторяется очень-очень часто. То есть люди забивают в адресную строку своего браузера фразу «лаборатория психологического обследования». И хотел бы расставить все точки над «и». Это приказ. Приказ номер 532. Этот приказ дает основание существования деятельности подобной лаборатории, как у нас. Лаборатории психофизиологического обеспечения. Сокращенно четыре буквы. ЛПФО. 532 приказ. Это наша Библия. Это основа основ деятельности таких лабораторий, как у нас. Соответственно, приказ появился в 2000 году. И он был совместным. Совместным между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством атомной энергетики. После этого приказа возникло на данный момент более 30, около 32 или 33 лабораторий психофизиологического обеспечения по всей стране. Изначально они были на всех 10 атомных станциях Российской Федерации, а после этого приказа он дал жизнь еще более чем 20 таким лабораториям. Всего в Российской Федерации на данный момент, если следовать этому совместному приказу двух министерств, должно быть более 500 лабораторий психофизиологического обеспечения. Где-то они созданы, где-то они не созданы, но по последней информации их всего в России 32, а должно быть более 500. То есть они должны создаваться при предприятии, которые имеют в своем составе какие-то дела, работы с так называемыми опасными производствами. И соответственно люди, которые на этих производствах работают, они должны проходить ежегодно, как это диктует 233 приказ, ежегодно, в скобочках, один раз в год, прямо так в этом приказе написано в 233, диктует прохождение ежегодных психофизиологических обследований. Но это видео не об этом, а именно видео о лаборатории психофизиологического обеспечения. Почему нас ищут по запросу лаборатории психофизиологического обследования, мне не совсем понятно. Почему? Обратите внимание, такой вот титульный лист этого приказа, министры, министры, замминистров, руководители различных департаментов со стороны Минатома. И в 1999 году он был подготовлен и соответственно в 2000 году был утвержден. Мы не лаборатория психофизиологического обследования. Мы занимаемся не только психофизиологическими обследованиями, этот приказ определяет 4 направления деятельности лабораторий психофизиологического обеспечения. Всего их 4. Это, прежде всего, понятное направление, это психологический контроль, то есть это психофизиологические обследования, как правильно нас ищут. Это реабилитационно-оздоровительные мероприятия, это социологические исследования, третье направление деятельности и, наконец, четвертое направление деятельности, это культура безопасности. Культура безопасности это культура, это безопасность, возведенная в культ, если так вот упрощать и красиво говорить. Нас контролирует Обнинский научно-исследовательский центр прогноз. Он является контролирующей организацией, определяющей направление деятельности таких лабораторий по этому приказу 532 со стороны Минатома Российской Федерации. Лаборатория не лицензируется, лаборатория проходит аттестацию. Аттестация лаборатории происходит раз в 5 лет, то есть первичная аттестация проходит, далее раз в 5 лет проходит переаттестация. Соответственно, то, о чем я говорил, 4 направления деятельности, расписана штатная структура лаборатории, все очень четко и вот здесь наглядно представлены эти направления деятельности. Группа психологических обследований, группа психолого-педагогического обеспечения, группа социально-психологических исследований и группа культуры безопасности. Мы не лаборатория психологического обследования, мы нечто большее. Мы занимаемся и социологией, и культурой безопасности, и реабилитационно-оздоровительными мероприятиями. Вот это очень является важным, определяющим. Мы не просто обследуем, мы больше делаем в той или иной мере, насколько это возможно в нашей реальной действительности. Поэтому, возвращаясь к нашему первому поисковому запросу лаборатории психологического обследования, да, это важно. Наша деятельность подкреплена не только действующим приказом 532, но и административным регламентом Ростехнадзора номер 721, который требует от предприятий, в составе которых существуют опасные производства, раз в год направлять своих работников на психологические обследования. И это происходит по требованиям Ростехнадзора не только в области атомной энергетики. Там в список перечень на нашем сайте более 15 направлений. Давайте я вам это покажу. Это с этим понятно, разобрались. А вот, соответственно, страница номер 1 на нашем сайте, она определяет объекты предприятия, те, которые должны в рамках контролирующей деятельности Ростехнадзора, имея в своей структуре, в своем составе лиц опасных профессий, потенциально опасные производства, проходить психологические обследования. Жизнь не стоит на месте, да, в основе своей лежит атомная отрасль, но Ростехнадзор прошло 16 лет с момента 532 приказа, который до сих пор действует, еще раз подчеркну. Но, тем не менее, Ростехнадзор расширил этот список этих предприятий. Соответственно, мы с вами можем видеть, вот выделенные мной предприятия, объекты атомной энергетики, нефтегазодобывающей промышленности, газоснабжение, транспортирование опасных веществ, опасных грузов, да, то есть ядерных отходов и каких-либо еще там и так далее, и так далее, и так далее. И объекты, это все официально прописано в регламенте Ростехнадзора 721. Это объекты угольной, горнорудной и нерудной промышленности, объекты химической и нефтехимической промышленности, объекты металлургической и коксохимической промышленности, объекты хранения и переработки растительного сырья, объекты предприятий по производству и переработке минеральных удобрений, производство и хранение взрывчатых материалов промышленного назначения, объекты с подъемными сооружениями, объекты проектирования и изготовления реконструкции, диагностики, цинстер, бочек, барокамер, работающих под избыточным давлением, объекты проектирования и изготовления монтажа, испытания, эксплуатации, ремонта, реконструкции, консервации, ликвидации, стационарных компрессорных установок и производств и так далее. В общей сложности, обратите внимание, 721 административный регламент Ростехнадзора определяет 17 направлений контроля. Всего Ростехнадзор контролирует данные отрасли промышленности, деятельности человека в каких-то опасных, потенциально опасных условиях. В основе лежит ядерно-топливное производство, сборка-разборка ядерных припасов, атомные станции и ряд других деятельностей в области атомной энергетики. Да, такие лаборатории созданы и появилось вот это словосочетание ЛПФО, аббревиатура вернее, в рамках атомной деятельности. Но сейчас Ростехнадзор требует уже и нечто большее в этом вопросе. Мы лаборатория психофизиологического обеспечения, не только обследования. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!